Всем большое привет, друзья! Меня зовут Хилл, это канал Честный Блог. Ну что, наконец-таки это произошло. Осенняя презентация новых флагманов от Xiaomi состоялась буквально пару дней назад, и у меня уже в руках эти два смартфона. Это Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Смартфоны, которые очень сильно прокачались по сравнению с предыдущими смартфонами этой серии, потому что здесь и влагозащита, здесь наконец-таки появились телевички, здесь мощнейшие процессоры, отличный аккумулятор, классные экраны в 144 Гц, ну и на самом деле достаточно приемлемая цена, особенно по сравнению с флагманами Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, которые стартовали в начале 2023 года. Короче, друзья, суперинтересные новинки, о которых я вам хочу сегодня рассказать. Меня зовут Хилл, это канал Честный Блог. Погнали! Итак, друзья, это Xiaomi 13 и Xiaomi 13T Pro. Если мы с вами переместимся на несколько лет назад, и мы вспомним, что тогда компания Xiaomi жила надеждами, что она будет соперничать с айфонами, с самсунгами, а сейчас, наоборот, компания Xiaomi отлично себя чувствует, и выпуская очередной флагман, она говорит, что, ребята, камон, у меня есть отличный смартфон за хорошие деньги, и давайте-ка посмотрим, что из себя представляют два новых флагмана. Еще расскажу, что в Берлине несколько дней назад, 26 сентября, состоялась презентация этих двух смартфонов. Что самое интересное, и Xiaomi 13T, и Xiaomi 13T Pro на самом деле имеют очень много общих характеристик, а это означает, что у них одинаковые экраны, у них практически одинаковые камеры, у них все хорошо по технической начинке, и есть небольшие лишь отличия. Но предлагаю начать с двух коробок, и посмотрим, что у нас внутри. И начнем с того, что у нас в коробке, конечно же, есть чехол. Это суперобязательная вещь, потому что у нас смартфоны стеклянные. То есть у нас премиальные материалы, да, у нас по бокам алюминиевая рамка, сзади у нас стекло, а спереди у нас крутой 144-герцовый амолед-экран. Соответственно, если вдруг, не дай бог, этот смартфон упадет, ну, мало, наверное, хорошего из этого что-то получится. Поэтому обязательно надевайте чехол, чтобы, не дай бог, не прилететь ни на заднюю крышку, ни на загменную экраны, потому что, ну, это, знаете, тысяч, наверное, 20 вам придется заплатить. Поэтому круто, что у нас есть чехол. Также круто, что у нас есть внутри два мощнейших зарядных устройства. 67 ватт у Xiaomi 13T и 120 ватт, в случае с Xiaomi 13T Pro. Когда у нас 67 ватт, это означает, что смартфон заряжается где-то минут за 40. Когда у нас 120-ваттная зарядка, это значит, что смартфон заряжается где-то минут за 20. Соответственно, это очень быстро и очень хорошо. Ну, а теперь, что касается того, как выглядят эти телефоны. Вообще выглядят хорошо. Особенно мне нравится то, что у нас с одной стороны сзади немножко скошенная спинка, но с другой стороны у нас ровная боковинка. То есть, за счет этого мы достигаем двух моментов. Первое. У нас грани не такие широкие, поэтому есть ощущение, что смартфон не толстый. И это хорошо. С другой стороны, таким образом мы получаем чуть более серьезное устройство. Я бы сказал так, чуть более серьезное ощущение от устройства. И я уже говорил неоднократно, что в этом году это прямо тренд. Иметь плоские боковые грани. Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra. На новом Huawei Mate 60 Pro тоже плоские грани. Поэтому это очень хорошо. Но знаете, что еще очень хорошо? То, что у нас сверху есть инфракрасный датчик. Потому что у большинства смартфонов, особенно флагманских, нет сверху инфракрасных датчиков, а здесь есть. Соответственно, телефон можете использовать в качестве пульта управления. Вашей техникой. Возможно, кондиционером, телевизором и так далее. Кстати, у меня, друзья, вопрос. Ходили ли вы, в принципе, с флагманскими Xiaomi? Напишите, пожалуйста, какие это были. Я, вы знаете, начал, наверное, ходить с флагманским Xiaomi где-то, наверное, с Mi 8. Вот да, прямо начал тестировать постоянно. И могу сказать, что год от года смартфоны, конечно же, вырастают. Не только по техническим характеристикам, но и, конечно же, по размерам. Оба смартфона визуально одинаковые. Диагональ дисплея 6,67 дюймов. Толщина 8,5 мм. 200 или 206 граммов весит T-Pro. И 193 или 197 граммов весит 13R. Разница в задней крышке. Потому что у нас есть варианты, когда вот такая есть глянцевая крышка. А также есть варианты специального силиконового полимера. Так сказать, под кожу. Глянцевая спинка, конечно же, выглядит очень прикольно. Но здесь есть и обратная сторона. Отстаются отпечатки пальцев. Поэтому, опять же, берете свой чехол, который у вас есть в комплекте, надеваете и используете. Следующее, на что стоит обратить внимание, конечно же, это влагозащита IP68. Соответственно, без проблем можно с этими смартфонами купаться, нырять. Я вам только, как всегда, напомяну. Нельзя использовать смартфоны в соленой воде. Испортится, потом проблем не оберетесь. Также есть еще одна хорошая новость. Это то, что у нас здесь есть сим-карта. Две сим-карты можно использовать. А также eSIM. Для всех поклонников eSIM это прямо круто. Вообще здорово, знаете, что технология eSIM плавно заходит и ее все больше и больше становится. Соответственно, ну это удобно, когда у тебя есть электронная сим-карта. Смартфоны, конечно же, поддерживают 5G. Правда, для России это пока не очень актуально. Хотя, кто знает, может быть, через несколько лет у нас все-таки будет 5G. Ну а по экранам здесь все очень хорошо, потому что это яркие AMOLED-экраны. 6,67 дюймов в диагонали экрана. Это 144-герцовый экран, то есть это повышенная герцовка, соответственно, повышенная плавность. А за счет того, что у нас здесь мощнейшие процессоры, о которых мы поговорим чуть попозже, соответственно, нету никаких затыков, ну вообще ничего. Все работает, ну, практически идеально. Понятное дело, что идеал не существует, но здесь прямо очень близко. Поддержка Dolby Vision, HDR10+, яркость 1200 нит, а в пике это 2600 нит. Сканер обчатка пальца встроен в экране, а еще в экране встроен датчик измерения пульса. Соответственно, при помощи этого сканера обчатка пальца вы можете себе измерить пульс, что может быть вам полезно, особенно если вы любите заниматься спортом. Для того, чтобы запустить пульс, надо зайти в расширенные настройки. Здесь у нас есть пульс. Берете, прикладываете палец на 15 секунд и выясняете, что у вас все хорошо. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Кстати, еще один прикольный жест, о котором я хочу напомнить вам, у нас с тремя пальцами мы можем делать фриншот. Это очень удобное нововведение, которое появилось в большом количестве смартфонов, и это хорошо. Сверху, кстати, у нас все покрыто корни горел глаз пятым поколением, и, конечно же, у нас сверху есть пленка. И вещь, которую обязательно нужно замерить, это, конечно же, шим. А шимом здесь на самом деле все хорошо. Максимальная яркость 12% шима. На средней яркости в районе 10%, даже чуть поменьше. Ну, и на минимальной яркости шим в районе 6-7% это очень хороший показатель. В общем, можно сказать, что с шимом здесь все в порядке, и глаза у вас не будут отуставать. Еще хочется отметить, что частота шима у этих устройств 2880 Гц. Соответственно, это очень высокая частота. Ну, для сравнения, например, у айфона частота шим 480 Гц. С этого года, кстати, компания Xiaomi запустила отдельную историю, потому что теперь она будет поддерживать свои телефоны 5 лет. То есть 4 года будет происходить обновление андроида. То есть у нас сейчас стоит 13-й андроид, будет еще 14-й, 15-й, 16-й Xiaomi обещала. И еще 5 лет она будет присылать патчи безопасности. И самое главное, знаете что? Что с такой производительностью и с таким боевым комплектом эти смартфоны вообще без проблем проживут вот ближайшие 5 лет точно. И игры они будут тянуть. И производительности вам будет хватать. Я, знаете, только одну вещь вам точно могу рекомендовать. Периодически надо делать сброс системы. Ну, например, раз в год надо делать резервную копию, сохранять все и делать сброс системы, чтобы смартфон был как новенький. И тогда вообще все будет замечательно. Также стоит отметить то, чем напичкан этот смартфон, потому что здесь самые последние технологии. Во-первых, Wi-Fi 6E и 7. Для сравнения, например, у айфона только Wi-Fi 6E. Также здесь установлен самый последний Bluetooth версии 5.4. Как я уже сказал, сверху у нас есть инфракрасный порт. Естественно, NFC, поэтому вы бесконтактным способом можете расплачиваться в магазинах. Продвинутый GPS L1 и L5, соответственно, у вас более точное измерение местоположения. И единственная вещь, которую нам оставили для того, чтобы мы все-таки могли зацепиться, это снизу не очень быстрый USB Type-C версии 2.0. Соответственно, файлы по проводу передаются, но не очень быстро. И что я хочу отметить, все эти крутые технические характеристики есть как в 13T и в 13T Pro. Ну, а в чем же у нас разница? В аккумуляторах, потому что у нас установлен 5000 мАч аккумулятор в одном и в другом смартфоне. Но, как я уже говорил, 120-ваттная зарядка у нас в 13T Pro и в 13T 67-ваттная зарядка. Соответственно, 120-ваттный смартфон заряжается примерно за 20 минут с копеечкой. А когда у нас 67 Вт, соответственно, где-то 40-50 минут и смартфон заряжен. Короче, очень круто. По памяти вот что хочу отметить. У нас нету слота под карточку памяти. 13T это 8-256 или 12-256. UFS 3.1. А вот 13T Pro здесь все очень серьезно. Во-первых, это UFS 4.0, самый последний стандарт накопителя. Соответственно, самая быстрая память. Ну и начинается все от 12-256. Также 12 на 512 и 1 терабайт и 16 гигабайт оперативной памяти. Очень крутой комплект. Единственный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Чем больше у вас оперативной памяти, тем больше приложений у вас держится в памяти. Вы быстрее между ними перемещаетесь. Но тем больше она и выносит память. Так что помните это и периодически выкидывайте все ненужные вам приложения. Тем более, что у нас есть просто одна кнопочка, при помощи которой мы можем легко очистить всю память. Кстати, отдельно хочу отметить вибромоторчик, который здесь работает хорошо. Здесь такой приятный линейный вибромоторчик. Соответственно, у нас прям такие очень четкие отстукивания. Что касается стереодинамиков и того, как здесь все звучит. Ну, во-первых, все звучит хорошо, но есть все-таки небольшой перекос на нижнюю составляющую. Потому что у нас, так сказать, полуторная система. Да, у нас снизу более мощные динамики, сверху на звук идет из разговорного динамика. Но по стереопанораме все хорошо. Плюс, если зайти в настройки, то мы обнаружим, что здесь есть эквалайзер. Соответственно, вы без проблем, если вам хочется побольше низов или побольше средних или высоких частот, заходите в звуки и вибрации. Здесь опускаетесь ниже. Звуковые эффекты. И вот здесь как раз вы можете выбрать свой эквалайзер. Также обязательно рекомендую включить Dolby Atmos для того, чтобы у вас была более широкая стереопанорама. Тут же в разделе звуки и вибрации я вам рекомендую настроить тактильный отклик. Во-первых, его включите. А во-вторых, вы можете выбрать, насколько он будет мощным или менее мощным. Мне нравится, когда смартфон вибрирует хорошо, поэтому я оставлю максимальный. Здесь же, кстати, есть более тонкие настройки звучания вашего смартфона. Ну, например, вам не очень нравится, а может быть нравится, когда смартфон мы загружаем, да, у нас звучит приветственный звук. Если вам, например, не нужен этот звук, пожалуйста, заходите в расширенные настройки и вот воспроизводить звук при включении устройства. Берете это дело, отключаете и все, стартуете без звука. В общем, я на что обращаю ваше внимание? На то, что система MIUI очень сильно наполнена большим количеством настроек. Мне нравится, как человеку, который интересуется техникой, нравится здесь покопаться. Здесь масса всего интересного. Ну и, конечно же, так как у нас здесь мощнейшие процессоры, то у нас здесь все работает очень хорошо. Кстати, что касается о процессорах. У нас здесь установлены разные системы. В 13-й у нас установлен Mediatek Dimensity 8200 Ultra. 4 нанометра. Смартфон выдает 907 тысяч баллов. Antutu нагревается до 32 градусов и теряет 5% аккумулятора. И если мы проходим троттлинг-тесты, то смартфоны показывают хорошую производительность, но при этом достаточно сильно нагреваются. 13-й нагревается до 40-50 градусов. И что касается производительности, смотрите, какую штуку в этом году придумала компания Xiaomi. Она решила немножко поднять температурный порог, то есть давать смартфону работать по полной программе, но при этом он повольше нагревается. То есть, по сути, ведь у нас есть две системы. Либо во время троттлинга смартфон начинает терять производительность, но при этом не очень сильно нагревается, но зато вы получаете просадки в играх. Либо другой вариант. Смартфон нагревается больше, при этом дает большую производительность и вы получаете меньше просадок. И здесь компания Xiaomi как раз и пошла по второму пути. То есть, она дает большую производительность и смартфоны чуть больше нагреваются. При этом, конечно же, есть система охлаждения, которую нам рассказывали на презентации. Ну а в 13T Pro все еще серьезнее, потому что здесь стоит флагманский Mediatek 9200+. Это полтора миллиона баллов, это нагрев до 40 градусов, но правда падение 7%. Я бы сказал, что падение аккумулятора большое, а все остальное очень хорошее, по-флагмански, по-замечательному. Ну и как мы с вами поняли раньше, чипы нагреваются. 47 градусов нагрева, это тоже достаточно много, но при этом, опять же, если мы посмотрим на график троттлинг-теста, все достаточно хорошо. То есть, смартфон долгое время может работать на высоких нагрузках, при этом он нагревается. Но опять же, у нас есть в комплекте силиконовый чехол. Соответственно, если смартфон нагревается, у нас сверху надет чехол, и вы это не очень сильно ощущаете. Ну и так как у нас мощные смартфоны, вы можете без проблем использовать их абсолютно в любых играх. И любые тайтлы, на данный момент существующие в Play Market, вы можете запускать абсолютно без проблем. Понятное дело, что есть Genshin Impact, который так или иначе очень сильно напрягает смартфоны. Ну и с этой игрой новые Xiaomi справляются достаточно хорошо. Понятное дело, что надо провести большее количество тестов, да, и посмотреть, как эти смартфоны ведут себя в разных играх. Побольше с ними походить, посмотреть, в каких они ситуациях больше нагреваются, меньше нагреваются. Но в целом, мы должны понимать, да, что у нас два очень быстрых телефона. Ну и что касается камер, здесь вообще очень интересная ситуация, потому что смартфоны оборудованы практически одинаковым сетапом. То есть в обоих смартфонах у нас стоит основной модуль на 50 мегапикселей. Это Sony IMX707. Самое главное, у него есть оптическая стабилизация. Соответственно, когда вы будете снимать видео, и когда мы говорим про 13T Pro, вы можете снимать 4K 30 кадров в секунду. При этом можно снимать в формате HDR10+. А когда мы говорим про 13T Pro, здесь можно снимать 4K 60 кадров в секунду. А еще здесь можно снимать 8K 24 кадров в секунду. Ну и что я могу сказать по фото и видео возможностям? Во-первых, видео снимаются очень плавно. Прямо работает стабилизация очень хорошо. Я так понимаю, что во время съемки видео у нас работает как оптическая, так и цифровая стабилизация одновременно. Соответственно, картинка получается очень прикольной. Вы сейчас видите, как это все дело работает. Во-вторых, сама картинка тоже получается хорошей. То есть у нас хороший динамический диапазон. Приличная стабилизация и приличная детализация. Что касается фото, возможности, здесь тоже все очень хорошо. И смартфоны дают возможность получать хороший флагманский уровень. Что касается основного модуля Sony IMX707, то мы с ним раньше встречались в других флагманских Xiaomi. То есть Xiaomi 12S, 12S Pro. Ну и сейчас, соответственно, 13T и 13T Pro. То есть это флагманский модуль камеры. Следующая вещь, которая меня очень сильно порадовала, и я давно ждал, когда будет в Т-серии, все-таки присутствует телевичок. И он присутствует. И мало того, он присутствует как в 13T, так и в 13T Pro. Двукратное оптическое увеличение для того, чтобы вы могли делать классные портретики. Прямо сейчас посмотрите. Мы с Аленой бегали по Санкт-Петербургу. Для вас сделали фотографии. Замечательно. Просто вот очень-очень хорошо, что здесь наконец-таки есть телевичок. Это телевичок тоже на 50 Мп от компании OmniVision. И что самое крутое, на нем есть тоже оптическая стабилизация. Соответственно, все фотографии ваши будут более четкими. Потому что, ну, мы же когда фотографируем, у нас все-таки руки немножко трясутся, она нас покачивает. А оптическая стабилизация будет этот вопрос решать в вечернее ночное время. Фотки будут тоже лучше. Ну и, конечно же, когда мы будем снимать видео, у нас тоже все будет получаться очень хорошо. Потому что есть оптическая стабилизация. За это вот вообще компании Xiaomi большой респект. Я, знаете, когда первый раз посмотрел на спецификации, после презентации я так подумал. Красавчики. Просто поставили телевичок. Молодцы. Причем в обе модели. Раньше, кстати, если переместиться на пару лет назад, например, Xiaomi 11T, 11T Pro, 12T и 12T Pro, там прям была большая разница по камерам. И обычная Т-шка проигрывала в версии T-Pro. А в этом году прямо сделали одинаково. Хорошо. Ну, еще у нас есть ультраширик на 12 Мп. И единственный момент, у которого нет в ультраширике, это нет автофокуса. Соответственно, вы не можете делать макрофотографии. Ну и, конечно же, эти смартфоны делаются в сотрудничестве с компанией Leica. Соответственно, у нас есть дополнительные режимы от Leica, которые дают специальную цифровую и специальную цветовую обработку, при помощи которых вы можете придать особый шарм вашим фотографиям. В общем, для всех, кто любит компанию Leica и для тех, кто хочет иметь крутой фотофлагман, ну, соответственно, этот вариант для вас. И фронтальная камера у нас тоже одинаковая. На двух смартфонах у нас 20-мегапиксельная камера. И вы можете посмотреть, как у нас получаются фотографии. Они тоже получаются хорошими. Вообще, вы знаете, друзья, я так думаю, что можно без проблем эти смартфоны проверить боем. Поэтому, если вы хотите, чтобы я сделал какое-то фото сравнение с каким-нибудь другим флагманом, может быть, от Samsung, может быть, с новым iPhone 15 сравнить, или, может быть, сравнить с Xiaomi 13 Ultra, напишите, пожалуйста, в комментариях, с какими смартфонами вы хотели бы увидеть сравнение этих телефонов. Потому что я думаю, что будет прям все очень хорошо. Ну и теперь давайте поговорим о ценах. Смотрите, здесь ситуация прямо интересная. Потому что МТС прямо сейчас продает этот смартфон. Мало того, что со скидкой. То есть до 3 октября, если сделаете предзаказ, вам выгода до 2000 рублей. Но самое главное, это то, что к смартфону прилагаются классные часы. Xiaomi Watch S1 Active. Я бы с этими часами ходил и могу гарантировать. Кайфовые. Поэтому все версии смартфонов, которые вы можете сейчас приобрести, они все идут с подарком. Причем нужно обратить внимание, что часы в подарок идут тоже ограниченное время. То есть в период до 15 октября покупатели Xiaomi 13 Pro или Xiaomi 13 получают в подарок Xiaomi Watch S1 Active. Так что я вам всем рекомендую поторопиться. То есть Xiaomi 13 на 8256 обойдется в 45990. Версия на 12256 подороже 53990. Ну а версия 13 Pro на 12512 стоит уже 82 990 естественной часы в подарок. И самая крутая версия на 16,1 терабайт обойдется в 90 990 рублей. И по сути мы имеем разницу основную в производительности и в скорости зарядки аккумулятора. Ну и еще возможности снимать 8К. Поэтому если для вас это важно, соответственно 13 Pro это один из вариантов, на которые вы можете посмотреть. Если для вас это не так важно, можно купить версию на 8256. И это прямо будет очень хороший вариант. Вот прямо реально очень хороший вариант. Знаете еще один важный момент? Во-первых, у вас 24 месяца гарантии. Это раз. Во-вторых, у вас есть бесплатная замена экрана, если вы его разобьете в течение 6 месяцев после покупки. Еще один прикольный момент. У вас есть один бесплатный негарантийный ремонт в течение ближайших 12 месяцев после того, как вы купили смартфон. Короче, мне кажется, что вариант очень прикольный. Я, конечно же, думаю, что с этими смартфонами надо походить, чтобы дать вам максимальный опыт использования. Поэтому я беру эти смартфоны в оборот и чуть попозже вам рассказываю свой опыт использования. Но вообще в моем представлении, особенно 13T, прямо очень хорошо. Прямо вот максимальный топ за свои деньги. Ну а если у вас есть, как бы, хороший бюджет и если вы хотите купить себе более производительное решение, 13T Pro. В общем, друзья, мне интересно узнать, что вы думаете по поводу этих смартфонов. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Также было бы интересно узнать, какая альтернатива есть у этих телефонов. Тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте посмотрим, какие есть еще варианты за эти деньги. Ну а вам всем говорю огромное спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Все ссылочки на 13T и 13T Pro я оставляю внизу. Переходите, посмотрите, изучайте. Обязательно напишите в комментариях, с какими смартфонами, другими фотофлагманами нужно сделать сравнение этих телефонов. На это все, большое спасибо за то, что посмотрели. Минзал Фил, это канал Честый Блог. На это все, большое спасибо за то, что посмотрели. Минзал Фил, это канал Честый Блог. Пользуюсь. Берегите себя и своих близких. Всем счастливым. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok